Утром первого, мы на месте. Тринанс за руководством, включили рвету, склоны поезды. Узов принят, уезжаем. В полночь на пульт 102 поступило сообщение о скандале в одном из городских кафе, в ходе которого травму получил человек. Вместо вызова отправился один из экипажей дорожно-патрульной полиции. Как установили полицейские, здесь молодой человек выяснял отношения с администрацией заведения. Я подошел к администратору и попросил выключить музыку. Уже 11 часов. Зачем громко ставить? И говорю. А мне отвечают, ты кто такой, иди отсюда. Я говорю, выключите музыку, но они меня не стали слушать. Я тогда разозлился и ударил по стеклу рукой. Как рассказал пострадавший, он уже несколько раз приходил с просьбой выключить музыку. Но все время безрезультатно. Позже на место происшествия приехала бригада врачей, оказавшая помощь мужчине, который получил травму руки. Прибывшие полицейские для подробного разбирательства участников конфликта забрали в местный отдел полиции. Сотрудники Абайска УРОВД выявили очередной факт ношения холодного оружия. В ходе операции «Безопасный город» они остановили для досмотра студента одного из городских колледжей, у которого обнаружили нож. На вопрос, зачем он носит с собой оружие, подросток ответил для самообороны. Я его нес в колледж, чтобы защищаться. Если кто-то начнет, ко мне приставать. Полицейские конфисковали оружие, а самого подростка доставили в Абайскер УРОВД. Сейчас сотрудники ювенальной полиции готовят материалы уголовного дела для передачи в суд. В ходе профилактического мероприятия «Безопасный город» мы задержали несовершеннолетнего студента одного из шимкентских колледжей. При досмотре мы обнаружили у него складной нож. На вопрос, зачем он носит с собой оружие, он ответил для самообороны. Сейчас мы его доставили в Абайский отдел полиции. Полночь дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на улице Аскарова. Здесь столкнулись три автомашины Mercedes-Benz, Toyota и Nexia. По словам водителя Мерседеса, он ехал по Аскаровой и хотел повернуть на второстепенную улицу, когда увидел ехавшую навстречу на большой скорости Toyota. Чтобы избежать с ней столкновения, он выехал на встречную полосу, где также навстречу двигалась Nexia. В результате все три машины столкнулись. К счастью, в этой аварии никто не пострадал, но автомобилям нанесен серьезный материальный ущерб. Сейчас страховая компания его возместит, сейчас устанавливают дознаватели дорожно-патрульной полиции. Утро от первого, мы на месте. Ты надо заработать, выключили эту скорую полосу. Мы запринято, уезжаем.